Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Росстат сообщает, что инфляция в России с 7 по 13 апреля составила 0,1%. Годовая инфляция на 13 апреля замедлилась и составила 16,8%. В последний раз годовой показатель сокращался в середине июля 2014 года. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на отметке 14%. В следующий раз Совет директоров регулятора будет обсуждать ДКП на заседании 30 апреля. Сокращение годовой инфляции впервые за долгое время – дополнительный аргумент в пользу снижения ставки. Среднесуточный рост цен с 1 по 13 апреля составил 0,022% и оказался заметно ниже, чем в среднем за апрель 2014 года. Центробанк запретил Связному банку с 16 апреля прием и пополнение вкладов. Остальные услуги останутся доступными. Сообщается, что Связной банк нарушил на 1 апреля норматив достаточности капитала в результате отсутствия финансовой поддержки от акционеров. Нужно было найти 5 миллиардов рублей в капитал. Однако акционеры в то время ссылались на то, что контрольный пакет компании Trellos, который в свою очередь имеет 81,3% акций Связного банка, уже не принадлежит прежнему владельцу Максиму Наготкову, но еще и не принадлежит новому владельцу Олегу Малесу. Ресурс CBS Money Watch опубликовал исследование, проведенное туристическим сайтом WonderBat. Посетители сайта определяли самую благонадежную авиакомпанию мира. Первое место заняла компания Qatar Airways, на втором месте авиакомпания Emirates, на третьем месте China Eastern. Примечательно, что знаменитый европейский авиаперевозчик British Airways лишь на восьмом месте, а люфтвафты, простите, люфтганза, даже в топ-10 не попало. Вероятно, только не очень высокий сервис отодвинул российский аэрофлот на девятнадцатое место, зато у наших самый молодой флот из 22 авиакомпаний и высокая пунктуальность 85,5%. Ну, вы поняли, какими авиакомпаниями летать. А на сегодня это все. Хороших выходных!